Хороший инвестиционный климат создается годами. В формировании благоприятной среды для бизнеса участвуют органы власти, налоговые и банковские структуры. В этом процессе не бывает мелочей. У каждой страны свои задачи и цели. Вполне естественно, что большинство масштабных проектов реализуются в столице республики. Способствует этому развитая инфраструктура. В муниципалитете за последние годы увеличилось количество предпринимателей. Приходят инвесторы и за рубежом. В настоящее время администрация города Чебоксары принимает ряд мер по улучшению инвестиционного климата города. Так, недавно был создан в обновленном составе общественный совет по инвестиционной политике при главе администрации города Чебоксары. В этот совет уже приглашены депутаты Чебоксарского городского собрания депутатов, а также эксперты предпринимательского сообщества и ведущие предприниматели города и республики. В Чебоксарах продолжается строительство второй очереди индустриального парка. Эта площадка должна объединить крупных инвесторов со всей страны. Благодаря принятым мерам мы в последнее время отмечаем рост заявок, рост заинтересованности среди предпринимателей не только из нашей республики и из нашего города, но и из других субъектов Российской Федерации. В частности, большим интересом пользуются готовые индустриальные площадки под строительство производства, под строительство электротехнических цехов и так далее. Также в рамках продолжения политики по улучшению инвестиционного климата в настоящее время администрацию города Чебоксары разрабатывается комплекс мер по выходу не только на федеральный уровень инвестиционных предложений, но и на международный. В частности, это рынки Европы, рынки Средней Азии. Международные контакты стараются наладить многие предприятия. У каждого из них свой рынок сбыта. К примеру, на столичном заводе Славутич уже на протяжении 20 лет производят технику для пищевой промышленности. Начинали со своих покупателей, потом вышли на Россию. Сегодня стерилизаторы, пастеризовочные и теплообменные установки, моечные аппараты Славутича известны везде. Это непосредственно позиционно-охладительная установка. Это оборудование, на котором, как бы данный образец, на котором происходит тепловая обработка молока. То бишь, общеизвестная в народе как пастеризация. По Чувашской республике практически нет ни одного молочного завода, где бы ни стояло наше оборудование, в той или иной мере. То есть, есть, где оборудование укомплектовано достаточно плотно. То есть, компания «Конт». Там есть и приемка, там есть и пастеризация, там есть и теплообменники, там есть и емкостное оборудование. Есть, допустим, молокоприемные пункты, там представлены только теплообменники, холодители молока. Есть заводы, где по несколько пастеризаторов стоит. Спрос на чебоксарские разработки в последние годы увеличился в разы. Эксперты считают, что этому способствует государственная политика в области импортозамещения. Оборудования, производимые на заводе, ничем не отличаются от зарубежных аналогов, хотя стоят гораздо дешевле. В настоящий момент на рынке России присутствует очень много производителей данного оборудования, но очень много иностранцев. Мы всячески стараемся бороться с ними, доказывать, что российское оборудование не хуже, а в некоторых моментах лучше, непосредственно, иностранного. В том, что снабжение запасными частями и так далее, то есть сервис, высота реагирования, ну и соответственно стоимость данного оборудования дешевле. Люди, которые ставили наше оборудование, пользуются им, и у них есть возможность сравнения с импортными аналогами, говорят, что оно действительно на уровне и очень рады, что в стране есть российские производители. За качество отвечаем, говорит руководитель предприятия. Недавно здесь полностью отказались от зарубежных комплектующих. Все оборудование, которое вы видите, сделано полностью в Чебоксарах, полностью нами. Стараемся подвести к тому, чтобы весь цикл производства делать у себя. Это выгодно раз, во-вторых, делая все сам, ты несешь ответственность, то есть ты можешь контролировать производственный процесс на каждом участке. Это дает возможность, скажем так, не зависеть от недобросовестных поставщиков и так далее. На предприятии открыли и цех по штамповке специальных пластин из металла. Именно из них производят теплообменники. Эти устройства отвечают за работу низкотемпературной техники. Абсолютно новые разработки наши. Это пластины с бесклеевым креплением уплотнений. То есть сейчас, в настоящий момент, все борются с гигиеной и уходят от клея. На вновь разрабатываемые пластины всегда закладывается бесклеевая система крепления уплотнений с помощью клипсы. Вот здесь как бы наглядно это видно, что резинка крепится с помощью непосредственной застежки. Все импортные компании давно уже ушли от этого, но мы следуем данному примеру. Теплообменные устройства применяют из сферы ЖКХ. Это так называемое общепринятое понятие бойлер. Это теплообменники, которые обеспечивают жилые дома горячей водой. За 20 лет у чебоксарского предприятия сформировалась своя сеть постоянных заказчиков. Налажены поставки в Грецию, Казахстан, Латвию, Литву и Беларусь. В перспективе здесь намерены выйти на новые рынки, а для этого необходимо увеличить производственные мощности. Новые цеха планируют открыть на площадке индустриального парка. В этом вопросе власти Чебоксар окажут заводу поддержку. Субтитры подогнал «Симон»!